Всем привет! Сегодня у нас новости Турции. Для многих это любимая уже рубрика, так что давайте приступим. Я напомню, что в этой рубрике я рассказываю о новостях, о том, чем здесь плечничают сами жители Турции, что их интересует и волнует. В общем, затрагиваю те темы, которые интересны просто жителям, и их мнение по каким-либо вопросам. Так, из последних новостей таких активных, это никак не освещалось фактически в наших российских странах СНГ, в этих СМИ. Это прошло таким незаметным. И, естественно, это было также незаметно и в новостях турецких на больших экранах. Но в интернете, в Твиттере и в Инстаграме пролетели такие видео на прошлой неделе, прошедшие, с небольшими малочисленными митингами. Но они были, знаете, такие немногочисленные, не массовые, в том плане, что это не огромные массы потоки людей, там, 500 до 1000 человек где-то все время. Трудно оценить, в принципе, сколько человек на митингах присутствовало, но они были по всей стране в самых крупных городах. Говорит это о том, что люди недовольны ситуацией, которая происходит, не готовы молчать об этом. Митинги посвящены поднятию стоимости электричества, воды и природного газа. Потом я говорила о том с января месяца, и в последние разы все время я вам об этом упоминаю, напоминаю, да, об этой истории, что люди стали... Вот недели две назад мой последний выпуск был о том, что люди стали в интернете показывать свои счета, у кого сколько, стали возмущаться. Но не забываем, почему первые вот эти выходы людей были, это вот Бодрум, в той стране, в Мармарисе тоже были сборы. Потому что эта территория довольно-таки отдаленная, проблема там с газом, и они отапливаются, и, в принципе, их жизнедеятельность на электричестве завязана тех местностей. Или, например, именно в Бодрум там нет возможности доставлять именно природный газ, газ там дорогой, который привозят там в баллонах для быта, чтобы он был не супер такой дорогой. Он там дороже, чем везде по стране, потому что там проблема с логистикой. В телевизоре-то мы, естественно, ничего не замечаем, ничего у нас не происходит, все в порядке, в Твиттере, в интернете все это есть. Это не только главные какие-то площади городов были, а также это были какие-то отдельно по районам, люди шли по улицам, такой человеческий поток людской. В этот момент Редан находился на выезде в Киев, когда он летал, это было тогда, то есть фактически, когда его не было в стране, люди начали это делать. Я хочу отметить мой личный взгляд, мое оценочное осуждение со стороны жителя здесь. Здесь, конечно же, попроще, посвободнее со свободой слова, чем, например, в России, в странах СМГ, некоторых и так далее, кто кого там в форму правления автократия, но все равно здесь немножко другие законы. И вот, например, оскорбление президента, это уголовная статья, за это присесть можно. Затем статьи по высказыванию различным и так далее. Просто здесь уже придуманы на это законы, и люди здесь действительно, по моему наблюдению, боятся лишний раз открывать рот, боятся выходить на митинги и так далее. Потому что если это любой митинг, неважно за что, любое массовое скопление, это было также до пандемии, например, студенты там за свой лицей не хотят, чтобы, например, в университете были, вот помните, парочку лет назад, столкновения против того, чтобы снимали руководство университета, ректора, студенты за него. И вот выходили студенты, их сразу же вяжут полицейские, всех забирают в участок без разбора. То есть, в принципе, что мы в России видим, все то, что система, в общем, такая же. И такие выхлопы эмоциональные, они происходят на телевидении, здесь зато есть различные ток-шоу раз в неделю, пару раз проходят на различных каналах, здесь еще есть независимые каналы оппозиционные, и там люди-оппозиционеры выступают, что-то там двигают идея. Но дальше, чем вот этих разговоров, супер там как-то объединить массы, у них не получается. Поэтому у них есть такой эмоциональный выхлоп еще. Но, в принципе, выражать свою точку зрения, оппозицию, яро, идти на протест, на митинг какой-то и так далее, собираться в скоплении людей, это очень наказуемо здесь по закону статьи, они рабочие. Это очень быстро эти суды происходят. Короче, люди побаиваются и опасаются. Поэтому я отмечаю, что вот эти выходы довольно-таки не супермассовые, но регулярные, в том плане практически в каждом крупном городе у нас были, это дает повод задуматься. Естественно, люди недовольны, курс доллара пока подзавис на этой отметке в 13,50, в 14 лир. Пока такая ситуация подвисшая. И после уже приезда, возвращения из Украины, Эрдан заболел короной, его супруга, там еще какой-то один министр заболел. И, естественно, кто хочет быть поближе к власти, кто хочет быть принятым, одобренным, они начали в Твиттере, в Инстаграме, там, в Твиттере, Твиты запускают, что, мол, желаю здоровья, выздоровлению, там, президенту, вся история. Но, естественно же, есть очень много, и сейчас особенно такое острое время, людей, которые, ну, не очень относятся к именно президенту. И были твиты, комментарии, прям есть официальные твиты, кто не побоялся, назовем так, да, кто еще инакомыслящий не боятся, о том, что они здоровью президенту не желают, а желают, например, поскорее бы, собственно, чтобы Бог прибрал и освободил страну от этого человека, назовем так, да, ситуации экономические всякие, которая здесь сложилась. То есть нежелание здоровья и выздоровления желания, ну, в кавычках это можно назвать фигурально, но желание не выздоровления, а смерти. Это были и популярные публичные люди в том числе. И полиция очень активно, это подпадает под статью о, там, наказание от года до четырех, статья по оскорблению президента. Помните, я в прошлых новостях рассказывала про журналистку, которая на телевидении ее арестовали, да, там сразу идет арест, если тебя нашли, скажем так, вычислили. И вот среди массы вот этих аккаунтов в интернете, кто писал комментарии, полиция очень быстро, буквально за пару дней вычислила около 30 аккаунтов, и начались аресты этих людей. Это вот это в новостях, а мне протесты по поводу стоимости электричества, да, люди возмущены. А вот эти вот аресты, наказания о том, что, а, против, что-то сказал, вообще, что-то пожелал хорошего. И демонстративная, конечно, демонстрация своей силы, вот эти демонстративные аресты, как людей прям там, а-ля в домашних тапках и трусах вытаскивают из дома, типа из разряда, вот вы из анонимных комментаторов, хейтеров в интернете, мы вас так легко нашли, типа всем вам урок. В этот замес из этих там 30 аккаунтов, которые официальные, публичные, например, с голубой галочкой в Твиттере, да, попал знаменитый человек. Это пловец международной сборной Турции по плаванию. Это Дэйабу Юкюнджу. Ему выдали ордер на его арест. Он в своем Твиттере написал о том, что он, собственно, президент заболел, и я пошел, короче, приготовить халву, раздавать ее детям. Чтобы вы поняли, по-русски бы это звучало, как пошел приготовлю кутью для того, чтобы угостить скорбящих детей соседей. То есть это определенно халву готовят на угощение, скажем так, на поминки после смерти угощают не только соседей, там и детей, ну в основном детей и детям предлагают. То есть помянуть, короче говоря, угощение после похорон. То есть напрямую ничего такого не написано, но здесь разглядели полицейские оскорбления президента. Своей точки зрения у тебя нет. В общем, выдали ордер на арест этого пловца. И тут же Министерство спорта, они вылишили титулов, короче, от него открестились. Вот это, знаете, такая система пошла, это отмены. Да, но когда он заболел, официально там Путин присылал, типа, я тебя желаю лучшему другу там, или как там, хорошему другу, да, была фраза выздоровления. И что интересно, такое же официальное, скажем так, пожелание выздоровления прислал президент Израиля. Вообще тема с Израилем. Не будем никто скрывать, что у Израиля и Турции довольно-таки напряженное отношение, точнее у турков к Израилю. Я это могу со стороны живящей здесь сказать. Когда у них политическое обострение идет, назовем так, с соседями, с арабами, то, конечно же, турки, они стоят на стороне противников, потому что их объединяет религия и так далее. И, в общем, в принципе, вот я мысль возьму, помните, обострение было в секторе Газа несколько лет назад, и тогда турки вообще сразу быстро, демонстративно, в телеке, они открещиваются израиль, типа, вызывают, например, отказываться от израильских продуктов, текстиля, короче, очень экономически неподдерживаемая, отмена идет, и экономически хоть как-то можем, как мы можем навредить, не поддержать товары, услуги какие-то, компании закрываются под это, попадают и так далее. То есть конфликтные довольно-таки напряженные отношения на протяжении десятилетий они постоянно периодически всплывают. И, конечно же, Турция, короче говоря, сразу находит, встает на одну конкретную сторону конфликта, и эта сторона не Израиля. Так вот, очень интересно, в связи, как вы могли заметить, по моим новостям, вообще все это обсуждают, то я отчасти, скажем так, где-то похихикиваю, что в связи с экономической ситуацией в стране, то есть до чего довели, да, началась очень активная работа с другими странами, объединение исламского, скажем так, мира, взаимодействие вообще со всеми, кому что можно продать, купить, взаимодействовать, построить. Когда вот визит был в Киев под ситуацию с Россией, вот этого конфликта, который обостряется, Турция тут же побежала, и этим мы этих поддерживаем, а этим мы и в Байраке, эти Байрактары, продаем свои беспилотники, а под Шумок он поехал быстрее, Зеленским там, те, вам уже заводик откроем, вообще их там сразу у вас производить и будем, чтобы вам не поставлять, а там еще и заменные части будут. Ну, понимаете, это чисто вот турецкий менталитет, чисто бизнес, just for business, да. И, в общем, активная началась работа со всеми странами в плане экономики, чтобы были какие-то вливания в бюджет, поддержка экономик, чтобы она просто тут не рухнула, да, у нас дефолт их тут не накрыл. Так вот, про Израиль, как это все сходится, что даже пошли на то, наступили на свою некую гордость, я не знаю, какие-то предубеждения, когда вот эти конфликты использовались ранее в, скажем так, в своих таких-то, да, целях, идейных. Теперь даже на это забили, и мы теперь друзья, мы пытаемся сотрудничать, мы выходим на переговоры, там какой-то саммит скоро будет, где будет президент Израиля присутствовать, в том числе, в общем, о чем у нас по бизнесу? Давайте перетрем, это называется. И вот, в свою очередь, как-то, скажем так, добрый знак президента Израиля тоже, скажем так, выслал официально пожелание выздоровления президенту Турции. Новости здесь такие, если мы берем корону, всю эту историю, я вам, знаете, что хочу, ребят, сказать? У нас вообще, я заметила, в последнее время он там в больницах часто бывало, я заметила, что у нас в обычных там больницах не отдельно ковидный госпиталь, которые до сих пор остаются, у нас перестала быть красная зона, у нас всех подряд вперемешку принимают, и уже неважно с короной, ты без короны, там все идут к одному врачу, там условно, да, если там участковый какой-то у тебя врач, и так далее. Вот это разделение, внимание, осторожно, корона, красная зона, изоляция, вся эта история, она вообще сошла у нас на нет, и в больницах здесь уходят все переболевшие, ну, короче говоря, о чем тут говорить? Здесь вообще вот этого разделения, как оно было в начале пандемии, вот эти все страхи, этого уже здесь нет. У меня спрашивали, Турция планирует отменять, как в Европе, всякие правила ковидные, вся история, так, стоп, ребят, у нас вообще никаких таких разговоров нет. Насколько я знаю, ковидные вот эти ограничения сняла только Дания, к моменту этого выпуска, когда я его записываю, и это единственная страна в Европе. В Англии еще там собираются, или уже отменили что-то, тоже об этом разговоре, но не все до конца, да, какие-то ограничения, но они еще остаются на въезд в страну, по крайней мере, там тест ковидный, все это остается. Так вот, про Турцию разговоров, таких вообще нигде здесь не было, ни официально, ни неофициально, никаких даже, там, не знаю, знаете, сплетен, желаний людей на эту тему вообще нет, ничего здесь еще не отменяют, никак. Одно только могу сказать, как помните, год назад еще говорила, штрафовали полицейские по улицам без масок, уже давно, вот, наверное, с лета, я перестала видеть полицейских, блуждающих по улицам, даже в каких-то там закутках, никто никого за маску, просто говорит, наденьте маску, но сейчас мы вас оштрафуем, вот эта история со штрафами, по поводу отсутствия маски, она вообще уже, просто напоминают, но никто никого не штрафует, я вообще уже не слышу истории, чтобы кто-то под штраф попал, эта история отошла. У меня задают вопросы, последнюю новость озвучу, что в Турции, вот что вы думаете, мне много было гневных, кстати, комментариев, вот, блин, это я сделала, мне просто как бы шок, люди, понимаете, где я, как бы, что страна, там, политика, это вообще разные вещи, да, и не надо мне предъявлять то, что я не делала, если что, у вас как бы критика вообще должна быть, мышление в вашей голове, или что, я виновата в каких-то смертных грехах, что в Турции разочарованы, из-за нового закона, я его затрагивала с января месяца, о бойцовских породах собак, надлежащем уходе за ними, что им нужен паспорт, чип, или стерилизация, это несколько видов пород собак, огромных, которые там, пять пород вроде бы включены, и так далее, что вот, мне какие предъявы пишут, конкретно, что в Турции сейчас массово истребляют собак, всех подряд, и домашних сдают, и уличных, и всех, короче, отстреливают, и все какие-то живодеры, и какие-то русскоговорящие наши страны СНГ, волонтеры вывозят собак на спасение за границу, я даже здесь, я вам говорила, что я состою в группе моего района, кто там собаками ухаживает, заботится о волонтерах этих, у нас здесь очень на эту тему острое, как бы, у нас здесь такого не допустят, я у них поспрашивала, мне такие, я этого ни разу, никто нигде ничего не слышал, именно на просторах фейсбука, интернета нашего, твиттера и так далее, в Турции здесь такого нет информации, вообще, откуда это берется, мне непонятно, второе, я поинтересовалась у наших волонтеров, кто этим занимается, девчонок из других городов, кто мои подписчицы, кто тоже помогает всяким там животным, либо самостоятельно и в каких-то группах состоят, а у нас много таких сообществ всяких, я тоже этих историй, ни от кого не узнаю, все такие, что я первый раз от тебя это слышу, а вот я в первый раз слышу, это от моих подписчиков, и сообщениями было не одно совсем, под каждым видео про новости, где-то что-то такое всплывает, кто-то один где-то напишет, я в ответ людям сказала, пришлите, пожалуйста, мне ссылки в комментариях, я их там одобрю, хотя их блочит и YouTube, я в индивидуальном порядке вручную одобрю эти ссылки, покажите мне, откуда у вас эта информация, что в Турции это происходит, я с той целью, что я хочу выяснить, откуда растут ноги, почему это происходит, где это, в какой части Турции происходит, если я узнаю, что-то в этом плане, какие-то доказательства, конкретные ссылки, видео, чтобы были приложения, не просто какие-то фотографии непонятные, чтобы были конкретно видео, где люди показывают, переполненные там питомники, или что вообще происходит, дайте мне, пожалуйста, эту информацию, потому что я могу это разослать по вот этим все турец, не нашим, а туркам, которые этим заинтересованы, этим волонтерам, они займутся этим вопросом, здесь очень много таких активистов, которые это так не оставят, но из всех, кому я спрашивала, прислать мне какое-то доказательство, этих слов и притяг, которые мне присылают, ни один человек, мне еще ни одной ссылки, ни одного видео, источника, откуда он эту взял информацию, не прислал, поэтому, если у вас ко мне какие-то претензии, есть ли к стране, к Турции, что они такие живодеры издеваются над животными, пожалуйста, давайте какие-то доказательства, откуда растут ноги, потому что мы здесь, вот, не в курсе, что происходит, откуда вы эту информацию берете, что вообще, может это происходит за нашими где-то спинами, в общем, мы как бы не в курсе совсем, и где гарантия, что это не какой-то фейк, потому что, насколько я в курсе, да, люди стали, есть здесь тенденция сдавать этих животных крупных пород, чтобы не платить штрафы, и они не хотят ими заниматься дома, в питомнике, в приюты, но и государство принимает, здесь очень много государственного надзора над животными, и частного, и частных приютов, и питомников, того, чтобы были переполнены, их приходилось, простите, животных умертвлять, для этого усыплять, я такого еще здесь не слышала, этих животных вывозят в другие регионы страны, их вывозят в деревни, огромные вот эти, как колганы, там на охран, их пытаются раздать, найти, в деревне вывозят, где они могут пригодиться, человеку служить, и так вот это есть, но чтобы массово отстреливали, а кому-то приходилось этих несчастных животных спасать, убегать, увозить из страны, я здесь на турецком языке с такой информацией еще ни разу не сталкивалась, так что, если у вас есть ко мне претензии, вы хотите какого-то ответа получить, то я от вас жду в свою очередь источника этой информации, чтобы понять и разобраться, откуда вообще ветер дует, что происходит, может быть что-то происходит и мы можем помочь, но так как мы не в курсе, мы теряем время и может быть чем-то помочь не можем. Вот такие новости у нас здесь в Турции на данный момент, пишите комментарии, если вам такая рубрика нравится, вы ее довольны, пожалуйста, ставьте лайк, пишите комментарии, это очень сильно поможет в продвижении моего канала. Спасибо всем за внимание, скоро увидимся, всем пока!